В общем, фармил я тут жизни за чизи, и подумалось в это время о всяком. А конкретно, вот в чем смысл возвращения обратной этапы? Разрабы предусмотрели возможность? Ну, во-первых, нафармить жизни и сыры, верно? Что мы, собственно, и делаем. Но какой вообще отдельный смысл возвращаться в этап? Например, вот в этом вот. В котором сначала мы скоростной этап на лодочке делаем, потом бронь по пещерке, в которой сыров раз-два и обчелся, и пара сердечек. Потом там вагонетка и паучок в качестве босса. И что интересно получится, если я туда прыгну. Как бы остальные этапы... Ух ты, какая перспектива интересная. Остальные этапы я еще могу понять. Подскоку, вот, например, в камине есть много сыров, там мы заработали наш первый континью. На бочке, опять же, есть и жизнь, и здоровье, которые можно нафармить. А вот на том этапе, там только один этап слева направо, где можно собрать сырые сердечки. Остальные этапы сердечки сразу можно потерять, проиграв на вагонетке хотя бы одну жизнь, вернувшись обратно к стандартным пяти. И самое главное, после победы на паучком, какой пароль я получу? Потому что если... и какую кат-цену? Если с той, которой у меня еще всего лишь два рецепта, два ингредиента для заглядания и депортации, то это как-то невыгодно. И всего два уровня записано будет пройдено, что это не отражает мой прогресс. А если я на пароль выйду, который у меня сейчас стоит, то это не отразит того, что я сделал там. Как бы во время ввода пароля жизни и сердечки не переносятся. Очки и сыры тоже. То есть масса непонятного. И вот мне интересно, есть ли какой-то там у Чизи секретная концовка? Случится ли что-то другое, если я в этот люк прыгну и снова перепройду эти уровни? Но это вопросы на... после... Опять хорошая камера очень в данном сегменте. Это уже после того, как я пройду вот этот вот люк, который мы по сюжету теперь должны пройти. Поскольку учить то, что нам осталось два ингредиента, подозреваю, что мы еще один раз имеем возможность вернуться в хабворлд, а затем будет либо финальный уровень, ну а перед этим финальным уровнем можно проверить, что же произойдет-то, если обрадо вернуться. Я на вагонетку смотрю весьма отрицательно, на потенциальную возможность ее переиграть, но что делать? Может у Чизи есть секретная концовка? Может есть секретная некая стопроцентная прохождение? И может какой-то смысл возвращаться на эти этапы есть? Потому что если нету, то... Тот этап с паучком, он абсолютно бесполезный. Но это уже мы выясним потом. А пока возвращаемся к нашему стандартному прохождению. В прошлой серии я говорил, кстати, про японские версии, что Бандикута, что Чизи. И вот я посмотрел и выяснил, что японская версия Крэша вышла... Ух ты! Тварь-то... По-моему, неубиваемо. Неубиваемый противник. Вас понял, вас понял. Беда. В общем, японская версия Крэ... Вау, это звучит... Выглядит весело. Найс. Вышло буквально в декабре того же года, как и обычная версия. И при этом имела под собой массу различных изменений. Там, во-первых, поменяли несколько уровней местами. Сложность либо реклам поставили чуть... Либо пораньше, либо попозже. В общем, несколько уровней переменяли местами. Сделали так, что Маска Аку теперь... Когда ты её подбираешь, всегда тебе что-то объясняют про геймплей. И сделали очевидным, что тебе нужно разрушить все ящики по ходу одной жизни иначе, чтобы получить изумруд. То есть японская версия получилась более... Прямо скажем, казуальной. Что я не одобряю, но, видимо... Это просто говорит о том, насколько обратная связь была хороша в те времена. Поскольку этот был здоровый. Я не мог через него перепрыгнуть, мне не хватало потолка. Это очень здорово было. Поскольку создатели Крэша только выпустили в сентябре игру, к декабрю к ним уже поступили жалобы. По поводу того, что игра, типа... Не очевидна в своём дизайне, что не очевидно многое. Но справедливости ради скажу, что... Я... Crash Bandicoot был первой игрой, которую я прошёл на 100%. И все секреты я нашёл сам. Какими безумными они не были. Я был этим фактом очень горд, поэтому... Эту казуальную версию не шибко одобряю. Но это моё мнение. Остальные игроки по-разному я смотрел. И летсплей других людей, которые считали, что... Всё, что... Что многие вещи в Крэше не очевидны. И это правда. Ну, путём экспериментации их можно обнаружить. Но это уже дело каждого. Так вот. Ох ты. Через него перепрыгнуть как бы проблематично. Он большой, блин. И я даже не уверен, что это физически возможно. Прикольно. Прикольно. Так вот. Однако японская версия Чизи, внимание, вышла... Когда оригинал вышел в октябре... 96-го. А японская версия вышла, внимание, в августе 97-го. То есть, практически, буквально год спустя. И вот эта версия меня глубоко интересует. Что же они там такого изменили? А, это противник, который меня сейчас убьёт. Учитывая то, что я через него перепрыг, я проблематично. Эх. Нет. Меня убьёт паучок. Это сразу не умрёт. Беда, беда, беда. Ну так вот. Эта версия Чизи меня лично глубоко интригует. Поскольку... Ээээ... Она вышла буквально через год. И мне интересно, во-первых, кто бы перевыпустил Чизи в целом, как игру. Во-вторых, что разрабы в нём могли изменить. Кто знает, может, японская версия шедевр просто. Учитывая, что они почти её год разрабатывали. S&P они не текст переводили всё это время. Те, кто их знает. Возможно ли, что Чизи японский игра совершенно другого коллега... О, боже, нет. О, нет, 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 нет. Окей. Сейчас надо сконцентрироваться. Потому что это будет плохо. Это будет очень плохо. Вот из чего я не хотел от возврата вагонетке. Чего я не желал совершенно. Совершенно не желал. Всё это будет очень проблемным сегментом. Так, вот эта балка слева. Направо едем. Налево едем. Боже. И балка не из ниоткуда. И балка ещё одна из ниоткуда. Что ж вы делаете? Ещё справа балка там. Вот эти перемещения вверх-вниз я не одобряю совершенно. Эээ, и то, что я влево сейчас переключиться не мог. Хотя нажал. Тоже не одобряю. Совершенно. Тут реакция должна быть... Она, наверное, во время ролика кажется, что у меня больше пространства для принятия решений. На самом деле это неправда. Поскольку он не сразу, не моментально переключается на левый и направо. Есть кулдаун. Это вагонетки. Что весьма-весьма мерзко. Это вот моя вина. Вот это моя вина. Не видать нам топ-скорый чизи, если я сейчас всё завалю. Не быть нам топ-чизи. Ай. Я неправильно вспомнил, где балка. Неправильно вспомнил, где балка. Всё выглядит мрачно. Нашим чизи героем. Очень печальным. Слева, ещё там балка справа. Окей. Ещё балка справа. Как я её выдержал-то? Я не понимаю. Её протанчил, что ли? А их можно танчить? Я умираю от них только если я неправильно поверну. Это достойно эксперимента, но я сейчас, учитывая ситуацию, не в настрое. Порой эти банки балки инста убивают, порой нет. Они не до конца понимают систему. И вот тут поворот налево очень мерзкий. Очень-очень мерзкий. И учитывая ситуация, что это практически начало этапа, ситуация выглядит очень печально для чизи. И она для печально для чизи оказалась. Не быть нам топ-чизером. Что печально. Кстати, сейчас проверим, сохраняются ли очки против континью. Поскольку я уже забыл всё. Или она абсолютно, абсолютно бесполезна. Не, не абсолютно. Значит, у нас есть ещё шанс. Если уж в этом эпизоде что и произойдёт, то, что мы действительно станем топ-чизерами. Ну, радость. Счастье. Мне стоило, наверное, пофармить жизнь в том этапе. Но, по-моему, у меня ещё один континью есть. А что в этот раз, если мы провалимся? Я так и поступлю. И потенциально у меня есть возможность получить мои... ...лапы. Он до конца идёт? Ладно, не буду его снять. На версию чизи японскую. Поэтому, надеюсь... ...все так же радуют этому, как я. Больше чизи, больше радости. Этапы под конец и останутся достаточно мерзкими. Противники, которые даже если я убью, фиг могу перепрыгнуть. И вот противник, по которому я, наверное, не попадаю почему-то. Это стреляю. Одна из объективных проблем чизи, это всё-таки хитбоксы, я бы сказал. И концепцию этих перерождающихся противников, которые... ...неубиваемые, в принципе, и непредпринимаемые, в частности, вот, как сейчас... ...это особенно приятно. То есть мне придётся бесплатно получать удар от них. О, мы топ-чизеры. Надеюсь, все рады. Потому что даже если мы получим сейчас гейм-овер, по крайней мере, займём первое место. Которое, ничего, я думаю, не даст. Четыре жизни на вагонетку, это, конечно, плохо, я считаю. Эти платформы, кажется, будто они упадут. На самом деле, они не падают. А, ты не умер, ты не умер, да, от всех этих выстрелов. Это приятно. Этапы, в самом деле, становятся очень-очень мерзкими. Не только моя криворукость. Этой моей криворукости можно объяснить, конечно, многое. И это будет справедливо. Но всё же... ...по объективным причинам не могу взять всю вину на себя. Потому что эти... ...поганцы в касках меня бесплатно бьют. Но до вагонетки мы дошли. Не знаю, печальная ли это или радостная новость. Хватит ли нам этих жизней? Скорее всего, нет. Абсолютно нет. Но, в крайнем случае, есть возможность экспериментировать. С одним сердечком я буду экспериментировать. Я лучше до того чекпоинта дойду. Чтобы посмотреть, могу ли я танковать эти балки. Может, я не обратил внимание, когда играл в предыдущий раз. А на самом деле, вот это мерзко! Это мерзко! Это просто мерзко! Оно на снижение, поэтому я не успеваю малюк реагировать. Тут сугубно запоминание надо. Делать акцент. Вот что, я не могу танковать? Это неправильное направление вагонетки. Мерзкое место! Просто мерзкое место! Ну что жаловаться? Только остается запоминать. Вот эту балку я, возможно, сейчас и попытаюсь протанковать. Потому что это уже просто невозможно. Так, никуда не поворачиваем, просто танкуем. Да, их можно протанковать все-таки. Но это и не радость, если не поворачивать в противоположную от них сторону. То есть сердечки не до конца бесполезны в этой секции. Мерзкость! Просто мерзкость! Финальная жизнь! А там, наверное, еще этап после этого. Так что особой надежды наше будущее я не питаю. Приятное. Оно будет неприятным и беспросветным. Continue left 0. Поэтому сейчас я пофармлю жизни за кадром. И еще раз вернемся на этот максимально противный этап. Так. Так, по идее, вот сердца мне, учитывая специфику геймплея вагонетки, сердца мне важны даже, наверное, больше, чем жизни. Но проблема в том, что в этом этапе, переблюнуть через козлов с касками, весьма проблематично. Не потеряв сердец. И в такие моменты я начинаю задумываться, что в Фичизе является багом, а что Фичей. Потому что, возможно, я пугаюсь от одной мысли, но, возможно, все это было продумано. Может, через этих козлов лучше прыгать, естественно, сказать, образом. А, эти вещи-таки падают. До этого я просто ловко с них спрыгивал. Ну, теперь мы вернулись к стандартным пяти сердцам, поэтому разговор, кстати, про сохранение сердечек для этапа вагонетки, он теперь вообще ни о чем. Это прекрасно. Так. Это типа игра на ожидание, типа я должен ждать, пока они вот с потолком высоким портут в гридорчик. И в этом вся стратегия, да? Ну чтож. От как этого я должен избежать, я не совсем упонимаю. Не совсем уверен. Могу ошибаться. Нет уж. Так, касаясь секпоинта. Получаю ли, кстати, очки за учитажение Тика? Нет, не получаю. Удивительно. А там есть особый потолок, что мне сейчас с него перепрыгивают-то? По-моему, его нету. Ого. Мне едва хватает дистанции, но я все это профукал, упал в эту яму. То есть это преимущество небольшое, что имел. Мой страх оправдался, ведь платформы в самом деле падают. А этот этап пока не закончился. Мой вагонет, по-моему, даже до первого чекпоинта. Где-то они добрались. А их должно быть три. Могу ли я перепрыгнуть? Могу. А новый континью я, кстати, накопить не успею, но... К счастью, это моя вина, что я не до конца собирал сыры. С другой стороны, я не уверен, что на этом так было значить сыров. Итак, поехали. Начинаем тот самый ад. Надеюсь, я запомнил. Все важные, потому что, если уж протанковать можно балки, то вагонетки это инстагил. А, ну и это если я неправильно повернул. Кто же все это придумал? Отлично. Теперь я специально путаюсь. В направлениях, во всем остальном. Сами жизни, чувствую, возможно, не хватит. Может, надо спокойнее просто поворачивать? Нифига. Нифига. Вот жал я влево. Нифига он не повернулся. Это здорово. Может, конечно, я не такой ловкий, как им все окажутся. В то же время, этой вагонетке весьма тяжело клониться. Первый чекпоинт. Протанковал удар. Нормально. Балки перед этими ставить, это, я считаю, находка замечательная. Разрабы, как говорят, лучше протанкуй. А я не могу вправо повернуть. Когда она мне бьет. Это здорово. Вам покажу. Это очень здорово. Машинка у меня покачивается, когда я ударяюсь об эту балку. Самую. И у меня доля секунды только. Только доля секунды, чтобы правильно развернуться. Это здорово. Это здорово, скажу я вам, разрабы. Это просто здорово. Задумка потрясающая, я бы сказал. А, ну самое важное, уклоняться от вагонеток. Все остальное само придет. Как же все печально. Как очень. Очень все печально. Я не успеваю, банально. И отпускать надо сразу после балки. Это я вам скажу. Я... Вот. Да. Ну что ж, посмотрим на наш топ-скор. Порадуемся. А, такого заслужил. Он не заслужил за пропущение вот этого финала. Но. Весьма расстроен, товарищ. Я должен сказать, весьма расстроен. С другой стороны, можно порадоваться, поскольку потенциально, возможно, будем надеяться, скрещивая пальцы, что это последняя спектр секция в игре. Должен признать, кстати, что вагонетка намного хуже летающей тарелки. По части дальности обзора, я должен сказать, что испытываю больше дискомфорта с именно вагонеткой. В летающей тарелке можно хотя бы на стенке ориентироваться, кроме отдельных канделябров. Отдельных канделябров. Тут же... Это... Упражнение в раздражении. Рестарт, откуда ты меня рестартнешь? Само начало игры скажи, да? Конечно. BRB. И можно было бы сказать, всего этого можно было избежать при помощи save state. И это правда. Но в то же время это был бы не аутентичный чизи, так сказать, экспириенс. Мы все-таки должны получить удовольствие от игры такой, какой ее задизайнили разрабы. Потому что если они хотели, чтобы мы как-то от нее получили удовольствие по-другому, они бы, наверное, должны были сделать игру по-другому. Да. Возможно, не допрыгняя до края, получится бы сохранить хоть немного здоровья. Но так... Мы рискуем профукать все сердечки до машинки. До вагонетки. Что весьма печально, то что они нам нужны. Да. Профукаем на этом парне и на многих других. Опять же напомню про, так сказать, геймдизайн со стороны разрабов. С одной стороны, вот... Я не уверен, что должны эти люди в фулкасках означать. Потому что разрабы специально пытались, чтобы мы не могли нафармить сердечки. Как бы мне интересен сам внутренний процесс разработки игры. Наверняка у нее были бета-тестеры, которые... Бета-тестеры, они... Ну, на них лежит, по большей части, серьезная ответственность за сложность финального продукта, я бы сказал. Куда более недооцененная. Ответственность. Учитывая то, что на их совести... Они играют в игры очень много, очень долго. Ищи нарячные глюки, баги. И, как правило, все те интересные короткие пути, которые разработчики имплементировали в своих играх, они, как правило, были навеяны бета-тестерами. То есть, все изменения серьезные в балансе игры. Полностью на плечах отыскать тех людей, которые эту игру тестируют. Это раз прошли с девятью жизней. И вот мне интересно какая брала аппаратная связь бета-тестеров из разрабов. Держали разрабы зло на бета-тестеров. На игроков в целом. Возможно, было какое-то недопонимание. Как бы в конечном счете... Конечный продукт есть отражение, то есть связи бета-тестеров с разрабами. А, отлично. Это было про эту палку. Я не знаю. Потому что мне интересно, кто сказал, что секции вагонетки очень простые или очень сложные. Что повеяло? Что повлияло? На конечный результат, который мы имеем тут? Возможно, когда бета-тестеры впервые тестировали, она показалась его очень медленной. Может, бета-тестеры были такие хардкорные игроки. Поскольку некоторые сложные сегменты игр, времен Dendy, Sega, вполне объясняется тем, что бета-тестеры переигрывали игру много-много раз. И за это время значительно... Ну, подловчились. А разработчики адаптилили сложность под них, когда они говорят, что это слишком легко и просто. И в итоге мы получаем такую сложность, которая... Самое главное разработом в то время было создать игру сложной, но в то же время... Проходимой. Поскольку... Как-никак... Это интересная особенность, так называемых сложных игр. Какими сложными они не были, они в итоге проходимы. Но за счет запоминания или роста скилла игрока, это уже варьируется от игре к игре. Это не любопытно. Неужто игроки Чиззи нашли эту секцию очень простой? Или разрабы просто не любили бета-тестеров? Между бета-тестерами и разрабами был возможен какой-то конфликт, который в итоге повлиял на сложность игры. Может и это Ормос? Может на самом деле эта секция просто как пень? Потому что мои реакции уже не такие, какие возможно когда-либо были. Или возможно какими они никогда не были. Потому что с другой стороны умирать на одной и той же балке это нонсенс. Но я как бы ожидаю следующего поворота на вагонетку. А из-за этого там балка. Возможно это подтверждает то, что это чисто на реакции. Я кстати заметил, если легко нажать на вагонетку, она поворачивается не столь резко вправо, не столь ли резко влево. Может в этом весь секрет так сказать. Потому что все в самом деле укладывается в реакцию. И этот сегмент чисто скилловый. Просто мне не понять. Особенно после таких моментов. Потому что тут окно смены поворота. Не сказал бы, что разумное. Это весьма проблемное. Это окошко. Потому что мне наверное стоит программа, которая показывает, правильно ли я ввожу клавиши с джойстика. Правильная ли моя реакция? В самом деле она такая, как я ее. Запускаю. Но в любом случае у нас появилось возможно посмотреть на наш хайскор. Молодец. Ты круче всех. А почему у Чизбруса, которого было 500 тысяч очков, 50 тысяч очков, теперь стало 40 тысяч? Непонятно. Потому что если посмотреть предыдущее видео, то у него топ очки были 50 тысяч. Но теперь, когда я его победил, так сказать, очки у него чуть внезапно уменьшились. Ну шо делать. Нет. Сады. Неん. Непонятно. Нет. неудившись. На самом деле. А что дело, вы тебе Berry. Непонятно. 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 Сады. Непонятно. Это правильно. Продолжение следует... ...непосредственно ощущение от игры. Непосредственно сказать экспириенс. И призадуматься... ...о том, создана ли игра таким образом. У нас будет чуть меньше жизней. Становлюсь более нетерпимым с каждым разом. Кстати, одна из ловушек, так называемых, известных сложных игр. По идее, геймер должен стать спокойнее и учтивее с каждым разом. Проходя определенный сегмент. И только через это он способен через него в конечном итоге пройти. Но, как правило, шутка в том, что игрок, наоборот, становится злее и разотраженнее с каждым разом. И концентрация его поэтому уменьшается. И только успокоившись, можно, наконец, пройти через злополученный этап или момент. Потому что в данный момент я потерял две жизни. Когда в предыдущий раз я не потерял ни одной по дороге вагонетки. Учитывая то, что, насколько у вас знаю у меня есть жизни во время этой вагонетки. Казалось бы, я должен быть разумнее. Но. С просветной ситуацией КБ напрягает. Хотя вагонетка была прямо тут. Учитывая мое терпение на настоящем этапе, надежды на то, что я продал это, это достаточно мало. Особенно учитывая такие моменты. Вот просто не поворачивается магонетка мульта от слева направо. Ее надо заранее как-то поворачивать. С другой стороны, хитбокс именно действительно не такой страшный, как мне до этого казалось. То есть у меня под контролем не вся вагонетка. Замечательно. Особенно я люблю как расставленные тут чекпоинты. Ну то есть очень далеко друг от друга. Нам нужно пройти как минимум через три, чтобы иметь какие-то шансы пройти этот этап. Потому что финальный сегмент, я уверен, подарок еще тот. Я... да. Я вспоминаю все время про ту вагонетку, но забываю про эту балку. И забываю то, что разработчики сильно наказывают, что померяешь вагонетку не в ту сторону противоположной балки. В общем, ситуация выглядит весьма, весьма неблагоприятной. Сегмент, признаюсь сразу. С моей стороны, с моего взгляда, скромного, является очень, очень мерзким. Моментально переключаемся. Тут вот наш первый сегпоинт, защищенный страшной балкой. Это первый из трех. Будем отсчитывать. И будем вот так вот. Невозможно. Это реакция должна быть моментальной. Ты должен сразу заранее поднять вагонетку направо, налево, чтобы уклониться от балки. И в то же время, во время этой поездки, переключиться направо, чтобы не уклониться, не попасть в эту вагонетку. Поехать по правильным пути. Что может быть весьма проблематичным. Слишком рано направо нажал. Ну что ж. Наши шансы прохождения в этот раз тоже улетучили достаточно быстро. Он жмется направо. А я не могу повернуть направо теперь. Не могу. Просто балка меня ударила. Продолжение следует... Но, как говорится, с практикой приходит совершенство. Может, в этом и есть секрет чизи? Потому что чизи существует, наверное, с тонкой грани между плохой игрой, чей дизайн объяснен пофигизмом и задуманно сложной игрой. Детально. И каждый момент. Продуман тщательно. Что она задизайнена? Быть непростой. Сложным совершенством условно жены к пониманию. Возможно. Потому что очень легко оправдаться тем, что это просто плохая игра. И как бы вся проблема в ней. Таким образом, КБ спасает свое геймерское кредо. Говорят, что геймер ничего не виноват. Что, в принципе, виноват в плохое управление. Винить других в общем-то легко. В то же время. Очень сложно определить грань между скиллом и халтурой. В качестве... В плане дизайна видеоигр. Должно понять, кто врет, а кто говорит правду. Потому что, с одной стороны, у нас тут есть мотивация сохранить их можно больше сердечек. Использовать для танчества балок. Для секции... Вагонетки. В то же время, это дает нам балок пользу. Поскольку, того и проблемы с секцией. Мы говорим, что проблемы с секцией. С которыми я проблемы испытываю. Если ты ударишься об балку, ты не успеваешь развернуться ради вагонетки. Для углони этой вагонетки, которая на неправильном пути стоит и убивает себя в любом случае. Стоит тебя неправильно повернуть. По этому боку стоит вопрос, как все это должно работать. Если только экшен замедлился, то хотя бы на немного. На левое нажал, но при этом не нажалось. Что делать? Правильный ответ. Быть спокойней. Спокойней ко всему относиться. Потому что язычное поненапряжение, они еще не помогало никому. Особенно в видеоиграх. На что видеоигры рассчитаны, таксоби сложные. Это на спокойствие. Потому что мы выполняли уже этот трюк. Еще надо, да, еще чуть раньше поднять. И потом не забыть повернуть налево. То есть надо отреагировать намного раньше, чем балка появляется. И как-то вот не получается, извините меня. Не получается. Как у меня это получилось в тот раз, я не до конца понимаю. Там есть чувствительность нажатия, оказывается. Может, в этом есть секрет? О, нет. Ну что ж. Есть чувствительность нажатия, но я вправо. А что этого паттерна есть смысл? Последний дипоинт. Преодолит только эту. Неожиданно. Скилты повышаются со временем. Вроде как. Можно быть спокойным. Не зря я на всех. А, это не последний чеколь. Вот это последний. Что настораживает. Все же ждет впереди. Ага, это обманчиво, это обманчиво. У нас еще есть жизни. Есть еще все шансы. Преодолеть это безумие. Самое важное. Терпи меня. И все получится. Но это еще не конец. Это еще далеко не конец. У нас всего сколько жизней. Сейчас выясним. Терпение труд, все перед труп. Ага, это типа тот же этап с камином, только больше всякой гадости вокруг. Я не понимаю, эти вещи, они способны не насти боль. Камни, которые сверху падают. Вообще, этот этап работает пока очень слабо. Очень слабо. У меня по две жизни осталось всего. К счастью, эти камни сверху не причиняют мне боль. Потому что если бы причиняли, это был бы полный финиш. Я упал. Черепки вылетающие из ниоткуда. Да. Все это весьма, весьма, на мой взгляд, не самое честное. Что происходит тут на данный момент. Последнее сердечко. Пламя поднимается быстро. Черепки лисят туда-сюда. Меня не радует абсолютно ничего из того, что я вижу, наблюдаю. Мне надо торопиться. В то же время торопиться опасно. В то же время мне очень надо торопиться. В то же время не надо спешить. Дерема. Этот сейф фон бы здесь не поможет слабо на данный момент. Учитывая тот факт, что я... Там есть платформа, да. Я не до конца понимаю, куда идти, что делать. Побежать. Кого рассчитывать. Ситуация-то напряженная. Но не безнадежная. Сейчас я звучу очень драматично. Но... Прошу понять. Моменты в самом деле. Драматичные. Сколько еще чекпоинтов до конца. Я не хочу больше трогать эту вагонетку. Я боюсь то, что лежит впереди. Потому что впереди, скорее всего, еще один босс. А пламя поднимается. Черепок это был очень мерзкий. Я считаю. Один из самых мерзких, что мог быть. Я бы очень хотел сейчас либо чекпоить, либо сердечко. Потому что это просто... Не норма. Я бы сказал, это нечестно. Я бы сказал, это несправедливо. Но правда в том, что это просто чизи. Это просто чизи. Ну что ж. Напряжение никогда ничего не было так высоко. Как в данный момент. Можно сказать, что ситуация плачевная. Не сказать ничего. Сказать, что мне жаль, что я не убил этот огонек до сих пор. Тоже не сказать ничего. Еще черепки очень, очень мерзкие. Господа разрабы. Тоже не сказать ничего. Надо зубни промолчать. Но молчать тяжело тоже. И снова мы с одной жизнью. Ситуация более чем плачевная. Возможно, самая плачевная, в которой мы находились когда-либо. Ничего не было так полчевное. Ни до, ни после. Да? Потому что это финал, дамы и господа. Просто финал. Мы не достигли хайскора. Такая вот история. Так что терять голову не надо. Просто равномерно прикинуть. Что делать. И соответственно, со спокойным... Э, со спокойным разумом. Отнесись к происходящей ситуации. Какой бы плачевной она ни была. И ситуация в данный момент, можно сказать... Весьма... Весьма плачевна. Пусть этот чувак в каске нас преследует. Пусть этот паучок тяжело будет делать прыжок. Не задев яму перед ним, или его самого. Практика делает совершенство, как говорится. Я не уверен, зачем я прыгну назад. Потому что я считал, что сзади осталось сердечко. Но сзади его не осталось. Оно было спереди все это время. Правда, наверное, спокойно. Прыгаем на каску, получаем повреждения. Все так, как и должно быть. Бета-тестер, который, там, мы демку видели. Делать, что с копами в роли. Это один из годних уровней, скорее всего. Я вот думаю. Проходили бета-тестеры всю игру целиком. Или им давали какой-то пароль. И они просто начинают с того же момента. Потому что, судя по демороликам, люди, которые вот... В ней показаны, не особо понимают, как в эту игру играть в целом. Как-то смотрят на паутину и прочее. Важно не терять голову. Хотя потерять ее сейчас было бы самое оно. Потому что, дурсайд, это серия сегментов. Даст ли ей финальный уровень и форму? Потенциально может дать. А может и не дать. Но в случае, черепки на третьем этапе являются весьма недоброжелательными. И в целом, сегмент очень-очень проблемный. То есть, помимо проблемной... Ээээ... Ну... Помимо проблемной вагонетки, есть еще проблемный третий сегмент. И потенциально, скорее всего, ждущий за ними босс. Боссы в этой игре все это время были таким себе клиентами. Но в то же время, может, это даст нам фору, и это было бы крайне неприятно. И крайне мерзко, учитывая этапы, которые надо пройти обязательно, чтобы до него добраться. Но опять же, спокойно и равномерно. Терпение и труд все перетрут, но я обратно. Эээ... Своим баранам. Ну, теперь больше есть удар, чтобы потанчить. Конкретно на этом отрезке почему-то умираю больше всего. Это неправда. Я умираю больше всего на следующем отрезке. До которого еще дойти придется. До которого, я думаю, мы дошли. Да. Все верно. Ударили палку, палку по дороге, но это не стоит страшно. Потому что если не выдержит я эту балку. И балки за этим следующие. Получиться может весьма плачевно. Плачевная может казаться ситуация. Ээээ... Звук еще, я вижу, тоже начинает сходить с ума. Уверен, всем вам это приятно очень слышать, что вообще происходит. почему звук начинает сходить с ума. Это у меня есть что-то поэтичное, конечно, но позже. Неприятно. Так, пару жизней потеряли еще и с проблем со звуком. Это, я считаю, просто прекрасно. и все прочее. Но важно не теряться. Важно не терять голову. Даже невзирая на все проблемы. Несущими они могут быть. оправданным гневом по им поводу может быть. Но терять самообладание нельзя ни в коем случае. поскольку это единственная спасающая не знаю, что она спасает в сложную секунду. Ну что ж, мы стали лучше, возможно. Теперь у нас есть, наверное, на одну жизнь больше. Не помню, сколько у нас было в предыдущий раз. У нас было две. О, в этот раз тоже две. Не, в этот раз три. Мы улучшаемся. Вот прыгнуть, правда, не можем. Что-то значит, сердечко. Это такое. И вот тут же потерять. И черепки. Конечно, эти черепки. Отчасти меня рад как эти пламя меня подбрасывают вверх. Просто потому что у меня есть мысли от них забуститься. Но, увы, эта мысль не получит подтверждение свое. Должен признать, черепки, видимо, разработчики очень вдохновлялись медузами с костлевания. Не то, чем нужно вдохновляться, я бы сказал, если ты разрабатываешь игру типа Чизи. Рассчитанную, я даже не знаю, на кого эта игра рассчитана. Я не получаю повреждений почему-то. Вот теперь все нормально. Потому что иначе вернуться на землю нельзя. О, замечательно. Все, в этот раз получается намного лучше предыдущей. Намного. Теперь мы с еще меньшими жизнями идем наверх. Это ж просто. Что делать? теребки слишком высоко, чтобы подстрелить. Зарвочки видим, пресекли фишку с прыгаем и стреляем. Пока не видим, поэтому решили нам немного подбросить пламя. Приятно, очень приятно. не просто надо тех по платформам прыгать, а прыгать по маленьким. Чтобы совсем все было здорово. Получил сердечко, потерял сердечко. О боже, еще потеряем еще сердечко и сможем провалиться сквозь пол. Очень милый черепок. Этот сейф стоит, мало чего решит. Есть мнение. Думаю, то сердечко того не стоит. Нужно идти и стрелять. Стрелять и идти. А, он сразу же возродился. Это здорово. Вот это я считаю очень здорово. Давай он еще раз возродится. Повережнее от него не получу. Вот это плохо. Вот это реально плохо. Это одно из худших. Вот это наверное хуже из того, что могло произойти. не это еще хуже я бы сказал. Все в общем-то идет как надо. и казалось бы где же уже конец этой радости всей. Критировать я могу свои прыжки сколько угодно. Но в итоге против подобного мракобесия этот помогает слабо. Можно признать. черепок у где-то черепок я чувствую что следующая моя смерть будет от черепка и вот он черепок от которого получилась долгожданная смерть. Что ж приятно. В данной ситуации приятно очень многое. Например то что даже если я наберу континью что уже маловероятно толку от него будет не сказать что много. учитывая то что он меня льнет меня обратно в хобборлд. Вот это было приятно просто не допрыгал. Что сказать через пол приятных моментов наподобие вот это вот и вот этот черепок с ниоткуда тоже и возрождающие пламя видели мы я убил в один раз оно тут же возродился я тут же снова убил что приятно с одной стороны разработчики говорят все осторожно с другой стороны пихают вот так вот всяких черепков всякое прочее мракобесие вот что я не хочу сейчас видеть так это чекпоинта пускай это сейчас еще больше уровней есть о боже уклониться и подстрелить эти черепки весьма теперь проблематично но я судя по всему достигаю крыши и достиг ее таки что же теперь произойдет сейчас же боссы будет я тем знаю или не говорить меньше еще один этап а еще один этап это должен сказать весьма печально пускай у меня ноль жизней континью мне не поможет совершенно никаким образом толку мне сначала из хабворлда возможно внизу была жизнь но я ее пропустил о класс ты еще не сразу умираешь да ты еще возродишься пока я там хожу брожу вот это было здорово вот это было реально здорово вот это было очень здорово и он возродился и жизнь того не стоила жизнь была обманчива я рискую погибнуть за счет них я должен типа прыгать это факт меня весьма печалит а и это была смерть я должен подогдаться что это не просто не фольграунд а это просто смерть что мы имеем ввиду мы имеем ввиду четыре этапа весьма проблемных друг со другом это я считаю весьма весьма да текler не по моей пассивной агрессивной интонации можно подумать что я в чем то разочарован или раздесудован что я в чем то разочарован или раздесудован но спешу вас проинформировать что это далеко от правды Потому что с начала этого прохождения, все, что я на самом деле хотел, это раскрыть истинное нутро Чизи. И в данный момент, можно сказать, что цель практически достигается. Весьма успешно. Все, что я хотел, это раскрыть суть Чизи. И вот думаю, в этом сегменте последний таскать этапов, а игра это делает просто потрясающим. То есть первые этапы не дают Чизи должного. Как и все этапы, честно говоря, пожара у Крунасерца, которые шли до этого. Теперь, в данный момент, ближе к концу, мы понимаем, да, проносим сквозь себя все, что на самом деле есть Чизи. Все его истинная природа, его истинная натура, так сказать. Потому что эти четыре этапа, и, возможно, босс за ними. Думаю, передают все, что разработчики хотели передать. Тут раскрывается самый сок игры. Сама ее суть. И я очень рад. Я очень рад тому, что... Я помогаю ее открыть. Потому что до серии люди, возможно, видели первый этап и Чизи. Считали его неким. Видели только отдельную часть игры. Мы показываем само нутро. Я не спорю. Наверное, кто-то половче и посмелее меня, может быть, уже прошел этот сегмент. Давно. Может, даже с первого раза. Но конкретно ваш достопочтенный. Проходит игру вот так. И, как видно на экране, это действительно мой аутентичный опыт. Моё аутентичное переживание. Всего происходящего. А здесь происходит сейчас многое. Спешу вас заверить. Потому что этот набор этапов, это что-то с чем-то. Думаю, кажется, может согласиться. Если же нет, можете поиграть собственноручно. Испытать на себе. И, возможно, у вас получится лучше меня. Я не отрицаю данные возможности. Сейчас я нарочно эту игру не проигрываю. И стараюсь. Всё это мои откровенные усилия. И вылились они вот в такие вот сегменты. Я постоянно забываю, так сказать, мягкость, с которой надо нажимать эти команды. Потому что если она ждёт очень сильно, возможно, в этом суть данного сегмента. Разработчик как-то не планирует, что будет сжать всё влево-вправо сильно. И игра насчитана только на слабые нажатия. Потому что, да, это учитывается. Я вспомнил про эту балку. Такие балки я не вспомнил, о чём вопрос. Потому что на мягких нажатиях данный сегмент и рассчитан. На очень мягких нажатиях. И в этом моего ловушка. В этом его суть. Эх. Видите, от этой палки я не получил повреждения. А вот от этой я зря протанковал. Всё печальнее с каждым разом. Теперь я спотыкаюсь на ошибках, которые я должен не допускать. Ох ты, слишком рано. Данный сегмент, на мой взгляд, самый проблемный. К счастью, потенциально это, возможно, наш последний майнкард сегмент. Я опять это сделал. Это уже оттянет экспериментировать. Пытаться что-то другое. Учитывая всё. Повторение всякого. Что, весьма неприятно смотреть, я знаю. Но прошу понять мою позицию. Всё это не столь приятно играть. Как может выглядеть. Всё это не столь просто, как может казаться. Честно говоря, очень хочется заткнуть чизи. Целую еху, ееха. Потому что тональности данного уровня не соответствуют совершенно. То, что я сейчас нахожусь, можно взять настоящее напряжение. Ну, мы снова обратно к нашим баранам. И учить то, что это не последний этап, это напрягает ещё сильнее. А ведь ещё, ну, напомню, 50-50 раз впереди, возможно, ещё босс. Вот раз я научен. Ох ты, это было приятно. Я тут не знал, что огонёк броет. И он ловко потратил мою жизнь. Какая-то черепок. И, по-моему, я до следующего чиппоинта уже не доберусь. Меня убьёт черепок. Хм, этот черепок меня не убил. Но ничего, их ещё впереди много. Слышу его даже крики. Чиппо. А, это появился заранее сверху. Их спауны, я должен признать, весьма-весьма рандомные. Я хотя бы не получу повреждения от этого огня, и я и не получил. Слышу признаю, ахах, это помогло мне протоковать данного черепка. Но как-то мне поможет. А то можно и достичь всех пойнта. И умереть спокойной душой, совестью. Я взял ещё сердечко внизу, но... Две жизни на два этапа. Интересно, насколько далеко пламя. В данной ситуации. Ох ты, как приятно же всё это. Что Чиззи не сразу тормозит. Он, видите ли, ему нужно время остановиться. Это тоже самое пламя, потому что два пламени на одной платформе не бывает. Перерождаются они, их спанпоинт. Обычно у врагов в этой игре достаточно... ...далёкий спанпоинт. Но в этот раз, видишь, всё поменялось. Возьму сердечко, чего уж то. Ах ты. Могут для твоей платформы десниться. От врагов я так красиво не отпрыгиваю. А жаль, это могло стать подспорьем. Что ж, как не прохожу этот этап, ситуация всё плачевнее и плачевнее. Почему-то. С каждым разом. С каждым разом, клянусь. Сердечко-то в пути нет, насколько я помню. Помню я весьма неплохо эту ситуацию. Сколько я уже в ней немало раз умирал. Итак, где же тот заполучный черепок, который убьёт меня? Тут ли он? Тут ли он? Тут ли он? Ежу. Я так жду. С горящим нетерпением. Чуть еду об этого черепка, не потерял своё новополученное здоровье. Что было бы печально. Пускай сейчас я конкретно здоровье терять не хочу. Здоровье в целом терять неприятно. В данной ситуации я бы сказал, что я не могу. Ох, закончишься уже. Хорошо. Так. Теперь у нас есть несколько жизней. Добрый путь. Кат-сена потрясающая, я бы сказал. Просто нагшипательная. Так, в итоге мы имеем вот тут пару жизней. Это хорошо, что мы зашли с парой жизнями. То есть улучшаемся по ходу игры. И ещё раз. В 155 первый раз напомню, что впереди возможно потенциальный босс. И этот потенциальный босс, да, скажу я вам. Ещё чуть-чуть вырочно неприятно. Внизу что-то интересное есть. В этот раз я могу проэкспериментировать. И вот такая вот проблемная ситуация. Мне перепринучилось это всё какашку. Тут в самом деле есть жизнь, но она того не стоила. Вообще, по-моему, ни разу. Я, по-моему, потеряю больше жизней. Не, я просто сыграл в ноль. А-ха-ха-ха-ха. Сыграл в ноль, да-да-да? Сыграл в ноль, да? Можно сказать, сыграл в ноль. А ведь он заспаунится снова. А вот и жизнь потеряна. Ну, давай заспаунимся. Чёрт так. Где же тут самый мой любимый паучок? Мой любимый, мой родимый. Ведь ещё один паучок. Я точно знаю, я точно помню. Вот и он. А вот я прыгать не могу. Совершенно. Ну, всё, речка мы получили. Эта обстановка немного нервная. И я... Ну, я не становлюсь немного нервным. Но напряжённым, да. Это разные слова, в конце концов. Так, теперь я помню эту тему. Сейчас сюда лучше не проходить. Как иначе тут бегать? Вот так вот, наверное. Спрыгать вниз не хочу. Ещё наверх. Наверху я слышал неплохо. Камера аж приблизилась. Прыгаю, потихоньку стреляю. Прыгаю, потихоньку стреляю. Что внизу? Фиг разберёшь. Что вверху? Фиг разберёшь. Вот это летающая какашка. Что это? И... Ты не убиваешься, я понял, да? Это приятно. Внизу есть какой-нибудь бонус? Или наверху? Нет. Внизу только эта стенка. Вверху тоже. Это стенка. Другого масштаба, как раз. Понятия не могу. Я через это прыгать должен. Или что? Что внизу? Внизу, видимо, ещё один проход есть. Внизу, видимо, я и должен идти, а? Такова задумка. Отсутствующих поинтов до сих пор напрягает. А, это тупик. Тупик, это здорово. Я получу новую континью, скоро. Но кому-то этого дела? О, кот, мало. И даже выяснить не хочу, если тут упаду. Пф, упаду я в тот самый этап внизу, с камином, со всеми прелестями. Стенка. Ещё стенка. Ещё стенка. А это возвращение обратно. Эту тему я знаю. Или, по крайней мере, догадываюсь. Класс, шутки. Я, по-моему, каждый раз за него новую очки получаю. Нет. Мне кажется. Может, я не допрыгиваю как-то. Подзерённо. Как? Прогреть, сделать. Ежем я через эту стену дамажиться. Может, стена сам в себе не дамажившая? Вот здесь дамажившая. Ах ты, как мило-то. Как-то мило. Да-да-да. И на шарико потом прыгнуть. Понял, понял вашу мысль. Не, она не нравится совершенно. Но, кто тут задумался? О том, что мне там нравится. О, господи. Как будто не тревать, что мне там нравится, не нравится. Внизу бесполезная жизнь. Тут бесполезный паук. Ситуация не самая плачевная. Самая плачевная она через одну жизнь будет. Учитывая то, что я и пока не докоснулся даже чекпоинтов. О, их должно быть как минимум три. Значит, я ещё даже не на четверть этот этап не прошёл. Что, конечно, обезнадёживает. Что если пройти дальше? Что будет тогда? Там тупик будет. О, этот тупик очень милый. Он защищён этой фигнёй. Через которую мало чего видно. О, этот тупик говнюк тут. Который льва уклонился. Ну, в случае наличия безнадёжных дорог, они это очень радуют. Добавляет, так сказать, уверенности в себе в будущем. Так, и тут где-то должен быть... Не тут. О, это мило. Это реально мило. Это всё лореаль, ведь мы этого достойны, нафиг. О, ещё сверху прыгает какаха. Ну, это вообще... Эти прыжки весьма техничные, скажу я вам. Это не в том плане техничный, который мне нравится. Сейфпоинт. Ох ты, блин. Ох ты, не блин. Ох ты, дублин. Зельс. Вот это здорово. Вот это я понимаю. Классика. Жанра. Коминди. Тупик, который не сразу понятно, что это тупик, пока не наступишь грязь. Находка, на мой взгляд. Ой-ой-ой, сейчас я получу континью, а ток-то? Просто какой-то ток. Не столкнулся с грязью, не умереть от этого. О, спи. Сколько ж нервотрёк сейчас. Ещё где-то может быть паук, ещё где-то может быть что-то ещё. Куда мы там прыгнуть пытаемся-то? Наверное, на верхнюю пауку. О, это мило. Вот это реально мило. Вот это я понимаю. Это геймдизайн. Никогда, господа, это просто геймдизайн. Всё так, как и должно быть, я считаю. Всё следует советам. Это, кстати, первый чекпоинт был. То есть я не просто... Ох ты, и оно мне больно делает, пока оно там... Сквозь эти... Мои кадры неуязвимости. У меня же есть кадры неуязвимости. Ну и пофиг, что они у меня есть. Лол. Кому какая разница? А вы не спауниться не будете, если я там рядом не стою, да? А, не будете. Как милосердно-то. Плохо то, что эти фигни мне всё равно больно наносят. Стою я хоть вверху уж, хоть внизу. Вот бы тут жизнь была. Это было бы поконечное подспорье мне. Мои злосчастные ситуации. Куда я прыгнул? В чьих объятиях я умру? Это мы не весь вопрос. Ой-ой-ой. Вот это я понимаю. Это классика. Это, я считаю, просто классика. Жанр платформеров. Куда я упал? Нехорошее место, потому что тут одни сыры, сердечек нету. С одной стороны, я просто вернулся сюда, откуда начал. С другой стороны, я вот сюда попал. О, и они корректируются на мне, само собой. Что разработчики могли скодировать. Так это то, чтобы противники реагировали на такое вот присутствие. И это замечательно, на мой взгляд. На мой взгляд, самое оно. Нет бы на этап жизни добавить, которых у меня больше нет. Но они сохранили худшее для, так сказать, напоследок. Чтобы всем все хорошо было. И все является замечательным. Все просто потрясающе. Континью? Радость-то какая. Как же много этот континью мне даст. Правильно ответил. Очень много. Смотрим на Хабворфт. Замечательно. Точнее, через все это фига тень проходить. Снова. А тут сохраняем мои сыры и очки. Ну, это ли не здорово? И пароль вводить не надо. Какая же радость. Но, господа. Давайте будем разумными. Потому что единственное, единственное, чему вообще хорошему могут научить видеоигры нас, так это тому, что уж терять голову, чем сложнее ситуация, тем меньше надо терять голову. И спокойнее надо быть. Потому что у нас получалось пройти этот этап, не теряя жизни. Как бы все, что нам нужно технически. Отдойти до четвертого этапа, не потеряв, ну, потеряв минимум жизни. Пока что получается не очень хорошо, но не все в этой жизни так идет идеально, как хотелось бы. Потому что все, что нам нужно, это дойти до финала. До четвертого этапа, точнее. А возможно, до босса с максимальной жизнью, сколько мы можем. А терпение и труд, как известно, все перед труд. Продет там без повреждений мне пока не удавалось. А вот без потери жизни, это было такое дело. Тем более, обратите внимание, после прохождения данного этапа, на то, что у нас, нам получилось наработано континью. Значит, все по плану раздрабов. Это типа геймдизайн такой. Все эти уровни. Построены на то, чтобы природить не с одного раза. Нам хватает сыров буквально до нового континью, до четвертого этапа. И, как я понял, основное предназначение к континью, это мотивировать проходить этап снова и снова. Подэтап, имею в виду, не только отдельный этап, но он начинает с Абворлда, с серии уровней. Поэтому в этом задумка раздрабов, в этом идея, в этом геймдизайна, понимаете ли. И эти противники, да, я убежден, что в этой каске существует сугубо потратить наши сердечки, которые нам нужны для вагонетки, но для вагонетки уже, увы, использованы не будут. Самое главное не терять головы. Тем более, вагонетка вот она. Прошли без потери жизни. А тут главное уже спокойствие. Спокойное нажатие влево-вправо. И, думаю, даже вагонетку при должных усилиях может пройти без особых потерь. Не без потерь, но без особых. Просто концентрация. Эээ, это я потерял сердечки. На балке. Я заметил. Но, как я и говорил, ничто в этой жизни идеально не бывает. Кроме мечт. Просто концентрируемся. Теряем немножко сердечек, да. Эээ, этот поворот по-прежнему неразумен. Я налево повернул. Но что делать? Будем помнить, что этап достаточно местами неразумен. Даже при левком на датчате все равно сманеврировать очень тяжело. Эээ, ну блин. Я даже не знаю, что тут сказать. Эта балка откровенно малину все портит. Если какая-то малин до этого существовала, то она до данный момент испорчена. Смотришься и уклоняться от этих балок. На деле, основная зараза является балка вот тут вот. У майнкарты вообще тут есть, ну, в ганетке есть интересная физика. Она сейчас специфичная. С одной стороны, она все зависит от покачивания. Тут надо ее каким-то образом балансировать на центре. Несмотря на то, что сложно понять, центр лифт что. Ты можешь запушить до конца влево, а можно не до конца. То есть есть какая-то центробежная сила, на основе которой надо гармонировать. Балансировать, как я это понял. Возможно, я уже не начинаю нести такой бред. И потихоньку ходить с ума. Это тоже вариант. Но я уверен, у данного безумия есть метод, есть паттерн, есть способ решения. Однозначный и постоянный. Тут я не уверен, что произошло. Видимо, поздно нажимал налево. Учитывая резкость поворотов, ошибка... ну, ожидаемая. Ой-ой-ой, это аж... это очень обманчивое место. Вагонетка, кажется, она будет слева. На самом деле, она нифига не слева. Что коварно. Но, учитывая натуру игры, удивляться этому уже как-то странновато, как минимум. Ну, я не знаю, И это была последняя вагонетка, и терять на ней жизнь было как минимум обидно. Но мы делаем какой-то прогресс. Спокойство и труд, это все перед труд. Это требует повторения. Данное высказывание. Также будем спокойны на этом этапе. Пусть это пламя всегда меня будет похватывать, и этот черепок меня всегда будет бить. Такое чувство. Есть у меня подозрения. Там какой-то пол внизу, видимо, есть. Собот, с которым... Извините, момент. Момент, заключающийся в том, что... Что к этому безумию привыкнуть сложно в целом. Наверное, хоть и можно. Пламент поднимается, не спорю, достаточно быстро. Чирепки летают очень неудобно и очень мерзко. Причем не постоянно. Постоянство не придержится никакому. Что обидно. Что ж, чего-чего. Постоянство, вот, единственное, чего бы я желал по-настоящему от этой игры. Самое главное, мы дошли до чекпоинта. Постараемся не удариться ни обо что больше. Но это будет проблематично сделать. То есть, сердечки обрать не хочу до сих пор. Короче, себе дороже. Если в этой игре обманчивые места, ну, по сути, мы уже все видели. Ой-ой-ой. Как же все вот это было плохо. А я скажу, как очень. Это все, я бы сказал, было очень посредственно. Нам бы сохранить те немногие жизни, что мы имеем. Поскольку, повторяйте. Нам лучше обойтись минимальным дамагом. Каким мы можем. Эти черепки, я до сих пор не понимаю, как они триггуются, за счет чего. Это затригнулся очень высоко. Намного выше, чем мы могли бы стрелять, или быть атаковаными. И это пламя очень мерзко стоит. Очень. То есть, ты вот радуешься, уклонился от черепка, а на самом деле, твои проблемы еще не закончились. Факт, возможно, что они только начались. Опа-на. Угру ли я от пламени? Пока не умираю. Угру ли я от черепков, или от другого огонька? От огонька я умру. Я его убил, но возродился. Вот такие вот законные правила. И понятия. Должен признать, возрождение огоньков сразу же, вот такой маленький респаун радиус, конкретно у этих врагов, что у остальных это проследуется чуть меньше. И вообще расположение этих огоньков радует слабо. То, что эти черепки меня бьют, я, по идее, должен, как я понял, вниз нажать, но вниз нажать нетипично в этой игре. Мне очень редко. А вот раз, вниз даже не помогло бы. Мои пули не убили этот черепок. Нужный момент. Что, пламя еще живо? Пламя еще не живо. Ну надо же. Какая-то с каким-то законом канона я его убил. А вот это вот. Понимаете, их расположение, в момент того, как я к ним прыгаю, их спаун, весьма, весьма я считаю мерзкий. Но, это я повторял уже много раз. Для данной игры это весьма типично. Кстати, почти наработали на новый, самый, респа... Континюм. Каким-то местом убедишь черепок, который даже не знал, что там есть. И протихоньку продвигаемся наверх. О, мы почти близки к финалу. Да. Каждый раз мы все больше и больше жизни получаем на этом этапе. Хорошо бы не хватило тех, что мы имеем. Поскольку эту клубу надо, пора заканчивать. Действительно, пора. Концентрируемся. С должным спокойствием. Идем вперед. Слева интересное место, потому что там ничего нет. Справа наоборот, есть много чего. Внизу есть специфичное сердечко. Получать которое вроде как себе дороже. Поэтому мы оказываемся в такой вот неприятной ситуации. Сейчас заспаунится паучок. Паучок заспаунился, в самом деле. Мое предсказание сбылось, а вот выбраться из этого... Из этой какахи очень тяжело. Вот это они интересно, разрабы запрограммировали. Чтобы они так умели делать. Нападать на меня сверху. Что у меня вариантов не было бы. Прямо как боюсь умереть. В этой игре много коварного. Есть ли тут что-то? Хоть какой-то малейший намек на жизнь, или что-то вроде этого. Не, ну тут есть высокая яма, перепрыгнуть через которую тяжело. И это прекрасно, я скажу вам. Прекрасно. Потому что история, несмотря на все усилия, опять рискует повторить себя. Невзирая не на то, что в этот раз мы вроде как предложили больше усилий, но этих усилий, возможно, оказалось недостаточно. Сердечки-то больше нету. Сердечки не перерождаются, раз что если мы не упадем далеко вниз. Паучка может застрелить отсюда. Его появление. Это на будущее очень достаточно важная информация. Мне наверх надо, да? Да, мне таки надо. На самом деле, на самый верх. И опять риск-континью. Так что, хотя бы пару лет не придется вводить. Но будем надеяться, обойдется без данной трагедии. Потому что данная трагедия была по-настоящему трагичной. Смысл этого страхотения убивать, но все равно шипы остаются. И вообще, я не знаю, кажется, что у нее глаз открыт, что закрыт. Кратица невелика. Все равно не слишком приятно. О боже. Вот это было реально плохо. Это было реально неприятно. И вот я не могу, я не могу вот такой скоординироваться, чтобы не терять здоровье, упадая вниз. Вот не могу. Просто. Это, я считаю, прекрасный просто дизайн. Дизайн, я бы сказал, просто великолепный. То есть, не получая повреждений, мне очень проблематично. Кстати, я, например, не в состоянии переплюнуть это классно нужно. Мне сюда и надо было. Мне сюда и надо было. Что здорово. Что очень-очень здорово. Этот этап вообще полон здоровских вещей. И я не смог. Я не смог просто это. Я много чего не смог. Но конкретно в данной ситуации я не смог скоординироваться. И не могу я. Не оставили мне разрабы место, чтобы я мог чуть влево уйти. Ситуация не спорим. Весьма и весьма печально. Ты спрыгнешь вниз, чизи. Ва-ва-ва-ва. Вся. Все. Решка мы восстановили. В принципе, идти за ним должно быть не западло. Но в целом, чувствую, этот этап выглядит. Учитывая то, что мы не можем дойти даже до первого чиппоинта. А еще предполагается очень-очень много. Паучки отказываются умереть от пули очень быстро. В общем-то, ситуация выглядит не самой приемлемой. Как обычно. На данный момент подобное уже типично. По крайней мере, стандартно. Этот прыжок весьма непросто сделать. По-моему, слева должны быть СРП. Если я все правильно помню, да. Вот он, наш континью. Кип-ип, ура! Возможно, топ-скорер в Чизи, которого мы уже дотронили, и почему-то он это... У него очки финальные его менялись, как только он по второму месту. Возможно, эти бет-тестеры направили очки именно на данном сегменте, получая континью снова и снова. Так потихоньку мы можем потенциально дойти до максимального количества очков в целом. Данная перспектива радует, на самом деле, мало. Прыгать через другую фигню невероятно тяжело. Эти шарики очень любят спауниться, когда мне то надо. Каким-то образом я через эту фигню перепрыгнул. Интересно ли мне то, что там справа? Возможно. Было очень интересно. Справа одно сердечко, которое я тут же потерял и получил обратно. Потом на сережке в этой игре я просто обожаю. Два здоровья на весь этот оставшийся этап. Сможем ли я это сделать? Шансы верить, и что нет. Ну, надежда умирает последней. Первый умираю я. Ох ты, он бьет на два сердца. То есть этот чувак бьет на два сердца. Это я понимаю. Вот это геймдизайн. Знаете, обзорчики видеоигр, будь то интернетные, будь то журнальные, редко на самом деле отдают должное видеоигра. Потому что редко парходит до конца. Или даже на сто процентов, или даже до конца. Я понимаю, там занятость, все. И обязывает профессия просто поиграть в низкие этапы, оценить игру, и изначальные там плюсы, минусы. Но все-таки я считаю, что настоящий сок, настоящая суть игр раскрывается именно на сто процентов прохождения, на полных прохождениях, по крайней мере. И на это требуется, ну, куда больше времени, чем человек может уделить даже профессионально занимающийся обзорчеством. Поэтому многие игры получают, ну, не до конца трезвый обзор. Чизи один из них, поскольку, как вы думаете, кто-то из обзорчиков проходил больше, дальше нескольких первых уровней? Я считаю, нет. Я считаю, вот до этих этапов они не доходили точно. Для них все было ясно с первых уровней, но все же. Или все же они дошли до этих этапов, и именно они сформировали основное мнение? Считаю, что нет. Считаю, что возможно, мы, кстати, первопроходцы в этом плане. Поскольку это серия этапов, насколько мне известно. До сих пор в видеоварианте, в интернете, по крайней мере на момент данной записи, не существует полноправного прохождения Чизи. От начала до конца. Поэтому финал еще, который нам предстоит увидеть, это все непройденная территория. Во всей сети на данный момент нельзя найти ни одного ролика, ни концовки Чизи, ни его последних этапов. Частичку которых мы видели в том демо-ролике, который смотрели во втором видео. Так что все, что мы видим, из территории они исследованы. На GameFact ZV есть в параллели последнего уровня. Так что потенциально, возможно, мы не первые, кто проходит эту игру. Но. Мы первые, кто ее записывает и показывает, так сказать, людям на всеобщее обозрение. Потенциально, конечно, да, центральную силу потерял. Из-за этого он на пустом месте потерял жизнь, которую легко мог не терять. Проблема еще в том, что все эти этапы, они все в голове смешиваются. полночатся. Да. Я решу эту палку все-таки протанчить в этот раз. Эту тоже. Эту я не решил. Это так получилось. Но результаты это не меняет. Если нужно нажать, по-моему, машинка протянируется сразу. Я сейчас до конца не уверен. Может, в этом есть секрет. Может, на самом деле, у этого паттерна, у этого безумия есть метод, который до серии я опускал. на самом деле, сегмент не столь плохо кажется. Возможно, это я, кто не прав. Такое тоже бывает. Набросившись на игру, поддавшись чужим убеждениям, можно порой не думать своей головой и упустить массу вас в жены талии. Особенно, если от игры не ждешь ничего хорошего. не хотели их интересных дизайнерских фиш. Просто потому, что так же сказали другие. Поэтому, по всему, с одной стороны, сам все не опробуешь, с другой стороны, ко всему нужен трезвый подход. Как сейчас. Либо это наше... Нам повезло очень сильно, либо потихоньку мы становимся лучше. Что же это? Что происходит? Это, может, не вся загадка. Я, по-моему, никогда не запомнил это пламя, этого черепка. Потому что, по-моему, я стабильно на протяжении всех этих роликов получал эти повреждения. И я умру. И я умер. Но мы пришли с восемью жизнями. Сейчас, конечно, семь. Это не самое приятное, что могло произойти. По-моему, вот когда внесу я, этого пламени нет. Не так ли? Поэтому я никогда его не жду. Оно спаунится, когда... Боже ж ты мой. Признаю, короткие платформы. Вот в виде этого... Что это вообще такое? Вершины пальм? Не являются моими самыми любимыми. О боже. Как же этим тяжело маневрировать. Это надо прочувствовать. Прекрасно. Прекрасно. Мы расслабились просто. Почувствовали силу в огромном количестве жизней и просто потеряли хватку. Хватку терять не надо. Особенно с Чизи. Чизи требует всегда быть на стороже. Хочешь ты этого или нет? Я не особо жалею получить повреждение этого пламени, потому что, если что, я получил бы его от черепка. Какой дождь-то, а? Какое улучшение. Какой прогресс. Как растет скилл. Просто безумие. Все происходящее на экране. Это чистой воды. Безумие. Ничем не объяснимое. Ничем не оправданное. Просто безумие. Это ловко описывает Чизи. Безумие. Это пламя я, по-моему, три раза убил. Ну, точнее, заспаунились три раза на пламени на одной и той же платформе. По идее, мне однажды придется все-таки рискнуть ради этого сердечка. Или не придется сложить все удачно. А ради этого сердечка таки рискнул. И зря сделаю это, да? Чтобы пламя переродилась. Но я от него каким-то чудом, чудом. Я даже притворяться не буду, что это был мой скилл. Чудом уклонился. Некоторые говорят, удача тоже скилл. И в данный момент я чувствую вообще много удачи. Потому что пока что мне удалось уклониться от пары вещей, которых у меня до этого даже мысли не было уклониться. Мысли не успевало приходить в голову, поскольку они вот так внезапно вылетали из-под экрана. Из края экрана. Сколько пламени я уже был тут? Наверное, парочку всего. Остальные не успели заспауниться. Может глаза боятся, а руки помнят. И потихоньку пальцы запоминают. Пальцы запоминают уровень. Голова нет. Голова глупая. А пальцы вот не столь глупые. Может показаться. Слыхаю глубоко, потому что чизни сразу тормозит. Отвеча от меня. Который не стартует. Ох, какая же это история. Ну что ж, задача более-менее выполнена. В этот раз мы пришли с впечатляющим набором жизней. И даже не самым плохим набором сердечек. Неужто прогресс сделал? Неужто у нас выйдет? Какая же интервью. Или скукота? Потому что, смотри, надо не тот же этап опять десять раз. Это я никому не завидую. По-моему, в саундтреке только что был девичий крик. Мы, кстати, слышали по ходу прохождения всякие крики и это самое из хрипа различных существ. Потому что это не в новинку. Найс. Это было просто замечательно. Ну, получили... Ага, ничего мы не получили. Мы потеряли. Я еще пучка получил повреждение, хотя на нем прыгал. Я про эту каплю забыл напрочь. То есть, пока все выглядит потрясающе. О, боже, я сразу не выпрыгнуто из-под этих клочьев. Это я тебя знаю, ты сверх попрешь. Паразит. Паук задиспаунился, что ли? Ага. Это было бы любопытно по меньшей мере. По большей мере это было глупо. Сейчас примерно. Пару суроп можно получить, конечно. Присовываю до континиума. Которые просто заставят меня играть чуть дольше. С другой стороны, прекратить играть меня уже на данный момент игры не заставит ничто. Потому что финал слишком близок. слишком близок до долгожданный момент. Я не совсем понимаю действительно предназначение данных врагов. Я бы даже осмелился предположить, что оно полностью бессмысленно. И это было здорово. Это было реально здорово. А через этого гад меня надо перепрыгнуть, потому что... Ес! Просто ес. Потому что начинать-то мне сначала. Ни с середины, ни с конца. Нет. А сердечко-то не восстанавливается. А паучок-то сверху идет, зараза. Вливать его тут даже бесполезно, потому что он сейчас обратно диспаунится там. Да нет, не задиспаунился. А, не. Он со спиннер решил зайти. Хитренько. Хитренько. спаунь и спать. Все уж поднагод, но я знаю. Вау! Это был спидрановский маневр. Запомните спидранов своих. По-моему, мне сюда и надо, да? Что любопытно. Что-то мне раньше сказалось, мне сюда не надо. Получилось то, что получилось. так мне надо сюда или нет? В общем, нет. Надо мне как раз туда, к страшному глазику. с другой стороны, что у меня страшного глазика иметь. А, да. Не волнуйтесь, я все вспомнил. Потому что по шарикам-то я еще не прыгал. это было здорово. То, что они спаунятся так медленно. Это классно. Вот это расположение врагов, я считаю, они же с меня с двухсердечек убивают, да? Ну, слава, тут чекпоинт. слава кому не до конца уверен. Но он того не стоил совершенно. Как обычно. Я про сердце. Чекпоинт того стоил. Вот и новый поворот. Почти через один сыр. Вот еще один сыр. Ура, мы заработали. Вот так выглядит, будто я могу на них прыгать. На самом деле все до сих пор случившееся показывает, что, типа, нет. Типа, хоть и расстреливаю, хоть и не расстреливаю, все равно больно. Нужен разгон. Да, и толку в них стрелять. Вот толку просто. Никакого. Тем более, сейчас где-то должен быть сложный прыжок. С ними, со всеми. это замечательно. Да, 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 это просто монет потрясающий, потому что ползать мой персонаж, насколько я знаю, осведавляет, да, не умеет. Я не до конца понимаю, что я тут должен был сделать в данной ситуации. Ну, как говорят разрабы, лол не имеет одного сердца. Лол прыгает в зеленую фигню. Я все это время хочу сказать, что дизайн на данный момент попахивает чистым горелым садизмом. Конкретно на данный момент. Что он ползает-то? И где главное? Ну, мне сюда не надо. Или надо. Я плохо понимаю, теперь куда мне надо. Я шел-то туда, куда надо? Или куда не надо? В общем, главный вопрос-то. Теперь я вообще не уверен. Где был правильный путь, а где был неправильный. Зеленая муть по мне таки ударила. Что я считаю здорово. По-моему, я не уверен, но это направление правильное. По-моему. Честно, я потерял. Чувство направления. Возможно, мне через этих уродов, которые в рождении наносят прыгать, не надо. Возможно, и надо. Честно, данный конфуз с дизайном уровней напрягает. Достаточно существенно. Возможно, мне просто по низу надо пройти. Возможно, не надо. Возможно, по низу просто не хватит. Я, кажется, понял, как я должен. Нет, я нифига не понял. Ничто, никак я должен. Дурия правильно, дурия неправильно. Одни загадки. И ситуацию я должен признать волнительной достаточно. Поскольку, когда я не могу быть уверен в чувстве направления, собственно, мало чего можно быть уверенным в целом. наверно мне сюда. Наверно. Честно признаюсь, на данный момент фигу разберешь. Вот ты мерзкая тварь. И ты тоже. Ты-то куда мерще будешь. Возникает из ниоткуда, как и положено. Все к мерзости. Еще заполнить за моей спиной давай. И там, наверняка, еще какая-то херь бегает. Нет, не бегает. Чуть ее меня подводит. Ползает. Извините. Продисформировал. Вот это ловко расставленный паук, я считаю. Ловко расставленный глазик. Я осмелюсь сказать, что дизайн уровня у этого это что-то с чем-то. Нечто потрясающе. Уму непостижимое. Где же чекпоинт-то следующий? Насколько длинный это уровень? Страшный вопрос меня посещает. Я мог бы от паучка отпрыгнуть, но прыгать от паучка о боже, о боже, о боже. Как же все ужасно тут. А ужасно тут абсолютно все, я бы сказал. В этот раз я хоть не получаю наказание за то, что прыгаю по ним. По этим крупным фигням. Куда я иду? Зачем я иду? Как же это все больно. Больше этих кругов фигней. Наверное, они мне указывают правильное направление. А чекпоинт-то я до сих пор не вижу. Волнует ли это меня? Волнует сильно. Еще эти грубые фигни. Ага, с этой фигней сли... Нет уж. Сложность, как вы уже могли заметить, подскочила в чизе весьма и весьма так сурово. Ага, ну мне дождаться этих мячиков. Мне тут обещает конец этапа, да? Окей, смотрим мультик. По-моему, чекпоинт уровень на всего один был, который я зажал. Что любопытно, по меньшему мере. Это, извините меня, что? Ооо, это же прекрасно. Это же замечательно. Вот такой вот типа босс. Протанковать я чувствую его не смогу. Эээ, я как мог повреждение-то носить должен. Вот так вот. Пока что происходящее не радует совершенно. Можешь признать. Слово вообще. А. А, это еще его не последняя фаза. Расслабляться слабо. Рановато. Отлично. Понизу-то его ударить не могу почему-то, когда он так изнизу дает мне. Это, как я и обещал, босс прекрасный просто. И уклониться от его фигни, особенно, когда по нему стреляешь, достаточно тяжело. Достаточно тяжело. Проблемно. Я бы даже сказал. Очень проблемно. Настолько проблем, что я, блин, даже не знаю, как такую фигню побеждать. Где стоять? Это только первый фаз, извините меня. Ну что ж, все выглядит замечательно просто. А. Типа по нему стрелять надо, когда... быстрее, чем он по мне, да? В этом суть. Нет, в этом не суть. Это вообще не суть. Это вообще все не дело, я считаю. Это все ужасно, я считаю. Это все просто отвратительно. Я бы даже сказал, из всего, что происходило до этого, это самое ужасное, что когда-либо с нами выходило.